трабл третий выпуск своем неповторимом стиле автор гаене абаджан слушай смотри участвуй обязательно голосуй потому что твой голос решает поехали 15 лучших драблов от гаене абаджан 1 чужой она десятилетняя не оказывалась чужих незнакомых руках но карантин ограничивал пространство выбора поэтому она решила отдать себя первому встречному им оказался 25-летний крепыш с наглыми интонациями в голосе пока он над ней орудовал то в ее сознании промелькнули все мыслимые ужасы из сцены пыток но остановить происходящее она уже не могла его голос над ней постоянно что-то требовал успокаивали только молитвы и только в конце когда она спросила остальные в порядке внезапно потеплевший голос вкрадчиво ответил сейчас посмотрим у вас кариес и надо чистить камни спасибо доктор второй депрессии я очень люблю когда меня очень любят в этом деле главное завести личную собаку сколько бы я не выходила из квартиры а потом заходила то она радостно бежала ко мне навстречу но у меня уже лет пятнадцать как нет собаки поэтому все эти утренние аккуратные движения как бы встать не сбросив спящую на ногах чапу мои атовизмы ушедших земли любви и заботы но что чапа теперь с неба охраняет меня это абсолютно точно я уже заказала оклад на ее образ даже не знаю нужны ли вам антидепрессанты или достаточно сосредоточиться на личной небесной покровительнице третий успех художника я этому твоему протеже сразу сказал артур реклама будет жаль бедняга так нелепо выпал с балкона не увидев как быстро продались его картины впрочем парочку где ты особо хороша я все же придержал игорь ты их даже не выставлял сквозь мокрый платок подала голос рыдающая супруга что значит не выставлял просто не успел за день до открытия набежали репортеры этот комиссар мегре с его дотошностью подумать только он заподозрил что это я столкнул артура да я выходил на балкон выходил зачем бы я его сбрасывал владелец салона пристально взглянул на плачущую жену четвертый кольцо у мамы пропала обручалка перерыто было все даже унесенный на помойку пакет с мусором опознан и возвращен домой но напрасно мало того что более дурную примету трудно придумать но чтобы его купить папа продал свой мотоцикл кольцо было шикарно измученная поисками семья под вечер села наконец обедать и когда из кастрюли разливали последнюю четвертую тарелку густого настоявшегося на почках рассольника то что-то металлическое загромыхало по краям посудины никогда рассольник не был таким вкусным а ужин таким состоявшимся 5 рыбалка вадим с напарником игорем наконец выбрался на рыбалку заботы о растущем бизнесе не оставляли времени отдыху а он уже не юн здоровье заметно шалила впрочем когда рыбаки сели в палатке то позвонила супруга и каким-то чужим голосом рассказала что уходит вадим разнервничался стал задыхаться ингалятор оказался пуст хоть перед дорогой он его и проверял поборов приступ вадим под утро домчался домой и обнаружил что супруги ничего звонки не известно вечером с женой игоря они ходили в спа и там пропал ее телефон нашелся уже почему-то заблокированным поэтому она не звонила вовсе а а жена игоря сказала парни уже спят шестой коллекционерка лена жадными глазами разглядывал витрину бижутерии манящую летним радужным калейдоскопом просто просясь осыпать девушку изощренными маниста яркими браслетами пестрыми ожерельями кольцами с разноцветными камнями лена обожала бижутерию при виде нее сразу всплывали картины летних приключений все то что маме не расскажешь как приятно открыть шкатулку и перебирать разноцветные безделушки в ожидании новых путешествий сарафанов парней брызг шашлыков напитков продавщица выставила лоток поближе лена склонившись долго выбирала сколько 140 насчитала продавщица лена отодвинув от себя товар ушла дома она открыла стоящую возле кровати резную белую шкатулку положила туда еще 140 долларов деньги лучше седьмой помощник маленький миша плакал но помогал папе и маме искать ее обручальное кольцо почему папа продолжал именно его подозревать в этом хищении почему папа наругал именно его просто ужасно обидно время шло уже вечерело каждый камушек во дворе был дважды перевернут кольцо нигде не находилась конце концов миша совсем устал изревелся и вернул маме на кольцо восьмой бесконечная забота я просто не могла оставить тебя одного ты же ничего сам не можешь такой беспомощный ты бы даже кашу себе не варил как бы ты один жил кто бы тебе помог той депрессии эти приступы астмы коленька пойми я просто не могла бы жить и знать что ты тут в таком состоянии и потом как бы мы квартиру делили а теперь все решилось мы с вами тебя похороним и нашего ребеночка коленька назовем в честь тебя маша еще раз проверила состояние лежащего на диване мужа и начала звонить скорая примите срочно адрес девятый жека мы с мамой полгода назад ушли от папы к ее новому другу жене папа очень непонятно ругал маму когда она собирала наши вещи но жека класс очень меня любит все покупает и всегда по вечерам дома смотрит со мной мультики а когда мы на днях все втроем ходили покупать не новую железную дорогу то на парковке случайно встретили совсем не бритого папу он увидел нас быстро подошел к жеке приподнял за куртку высоко над землей и сказал сука твое счастье что я женщин не бью десятый жеза древней старушке сказочно повезло я попала в дом очень хороших людей они меня кормят поэт купают одевают и не берут деньги видишь штора криво висит сейчас сделаем замечание пожилая женщина в пестром халате придет и поправит нет ты не трогай их нельзя баловать а то испортишь мама бабушка боится тебя разбаловать примечание от кости суханова десятый драббл немного касается и моей жизни спасибо гаина одиннадцатый он ушел зайдя в детскую мама поняла он просто не смог здесь это делать поэтому и ушел закрыв окно детской она еще раз осмотрелась покачала головой и решительной походкой направилась в зал там она подошла к дивану наклонилась и начала трясти лежащего человека немедленно просыпайся слышишь иди убирать своей комнате особенно на кровати двенадцатый жертва его ясные выразительные умные карии глаза она в них тонула его удивительно красивое лицо она его обожала он был прекрасен как принц из волшебной сказки она хотела чтобы он был только ее одно смущало значит и ей придется оставив других быть только с ним но каковы условия мир жесток стоит ли в столь юном возрасте на такое идти но тут она представила зависть подруг когда предъявит им свою добычу решительно отбросив нахлынувшие сомнения она взглянула в зеркало со словами остальное будет видно поправила фату и направилась в зал торжеств тринадцатый завтрак ранним утром на кухне как обычно горел свет хозяйка привычно готовила завтрак грустно поглядывая в окно как будто кого-то ожидая от входной двери послышался стук она вышла дорогой я понимаю твою страсть к охоте и нежелание возвращаться домой без добычи но посмотри на себя ты весь в грязи мокрый ободранный непонятно где тебя носила и что ты добыл на этот раз ты же это и сам есть не станешь иди сразу в ванну твой завтрак тебя ждет она аккуратно убрала с порога очередную крысу и пошла мыть ему лапы четырнадцатый прятки пятилетний Сереженька очень любил играть в прятки водили с бабушкой по очереди квартира четырехкомнатная и куда спрятаться находилось много уголков бабушке не очень удавалось надолго скрыться зато она всегда долго искала своего ловкого малыша кружа по комнатам у него на глазах пусть его смех и был ей хорошо слышен ведь он ничего не знал о звуках пятнадцатый главное было уже почти четыре часа ночи но ужасный мир наркодилеров не отпускал за зимним окном мрак и замерзшая грязь холод сочился сквозь стекла но пора оставалось сделать что-то одно но очень важное ах да дрожащей рукой взяв смартфон он написал мама утром не буди мне завтра только на третий урок выключил сериал и заснул это были 15 лучших драблов от гаенеабаджан остальные выпуски вы можете услышать на канале Костя Суханов а также на сайте любителей аудиокниг audiokniga.org смотри слушай голосуй твой голос решает лучшие работы наших авторов попадут на радио с творчеством гаенеабаджан вы можете ознакомиться на сайте я пишу . нет ссылку оставлю в описании читал Костя Суханов субтитры делал DimaTorzok 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 субтитры делал DimaTorzok